Всем привет! Меня зовут Фанья Сахарова и тема сегодняшнего урока посвящена теме проектора, работа с проектором, почему он нужен, как с ним работать и так далее. Но прежде чем приступить к самой работе, я вам хочу проговорить мысль и вы сами для себя сделаете выводы после того, как прослушаете то, что я вам скажу, после того, как просмотрите видео. На Западе, наверное, нет ни одного художника, который бы усомнился использовать проектор в своей работе, в своей живописи. Все это происходит на фоне того, что у них огромная конкуренция. Арт-рынок развит и им нужно искать новые возможности, новые фишки для того, чтобы повысить свою эффективность и уровень своей живописи. Арт-рынок не развит, художники зарабатывают случайными продажами. Что-то написал, продал, что-то написал, продал. И поэтому они даже не задумываются о том, не задумываются о своих конкурентных преимуществах. Почему покупать должны у меня, а не у него? В чем, как бы, моя фишка? Ну и вторая мысль, почему не используют проекторы? Ну, как бы, это же нечестно, как это писать с проектором, писать с фотоматериалом? Самое удивительное, что великие художники, такие как Цорн, например, я вам сейчас проиллюстрирую эти фотопримеры. Он фотографию прикладывал к стеклу, дали бумажку, бумагу и расштриховывал все это. И несмотря на то, что все знали, что это было написано с фотоматериала, все равно эти работы продавались за безумные деньги на аукционах Сотбис Дега. Вовсю использовал фотоматериал, вы это тоже сейчас увидите. Кто еще? Ну, много-много художников. Даже Левитан использовал фотоматериал, но он его сжег перед смертью, чтобы никто не узнал, чтобы никто не увидел, что он работает с фотоматериалом. Ну, я думаю, что вы сами решите для себя, полезно вам использовать в своей работе проектор или нет. Но я надеюсь, вы услышали эту мысль о конкурентном преимуществе. И, ну, все-таки я вам советую быть, ну, не то чтобы хитрее, разумнее, можно даже сказать, и все-таки всячески своей живописи, своему росту помогать. Я буду как раз копировать Дега, и вы увидите, что творческий процесс никуда не уходит. Ну, и последняя мысль, которую я проговорю, что наверняка у всех возник такой вопрос о том, что если ты используешь проектор, то ты не научишься рисовать, у тебя будет плохой рисунок. Также, говорю, это неправда. И это не только мой опыт, мои мысли, но и многих других. Люди использовали проектор, писали из фотоматериала и так далее, всячески использовали, использовали всякую помощь техническую и так далее, и прекрасно росли. Так что, а кто до сих пор сомневается, и даже будет сомневаться после того, как я запишу это видео, попробуйте сами, ну, несколько раз пописать подобным образом, набрать рисунок или пятна, и вы увидите, что все не так просто. Может, даже поменять свое мнение. Но хочу сказать очень ценную мысль, не мысль, а факт о том, что работа с проектором уменьшает вашу работу над картиной, над крупной картиной, над сложной картиной, на целый сеанс. Вот к слову об эффективности. Эффективный художник или нет? Субтитры создавал DimaTorzok Вот такая сегодня задача балерины Дега. Тот самый Дега, который использовал фотоматериал, а мы используем проектор. Можете использовать краску, можете использовать фломастер, можете использовать карандаш, но лучше всего либо краску, либо фломастер какой-нибудь, что-то поярче. У меня более-менее правильно расположен проектор. Тут у меня чуть больше места, но мне уже некуда двигать. Я на это не обращу внимания. Я посмотрела на фотографию на компьютере. Оригинал все правильно у меня расположено, только тут чуть-чуть больше места. Но это ничего страшного. Я беру кисточку и начинаю искать основные моменты. На проекторе хуже видно, чем в жизни. Если только прям совсем-совсем темно не будет. Если только совсем-совсем темно будет. Я ищу. Это линейный рисунок. То, что я сейчас набираю, это линейный рисунок. Чтобы использование проектора не было пустым и глупым, то сами про себя рассуждайте. Смотрите о том, как ищется рисунок. Не только от середины. Вот середина. Вот середина. И от середины мы действуем. Но смотрите и соотношение предметов на картине друг к другу. Вот допустим, эта пачка такая по отношению к этой пачке. Расстояние между ног. Смотрите у себя на холсте, у него на картине. Смотрите, сколько от тела до края картины. Сколько от этого, допустим, до того. От ноги, сколько к этому краю. Чтобы ваша живопись с проектором была эффективной, рассуждайте. Не надо его использовать глупо. Если вы начинающий, то я вам советую работать не только с линейным рисунком, но и с пятнами. Вот допустим, тень под лицом. Тень между туловищем и юбкой наштриховали. Потом, тенечка здесь. Если хотите, допустим, здесь. Нога. Вот она моя нога. Посматриваю на оригинал, чтобы не ошибиться, потому что видно не прям четко. Нога. Вот тут она. Вообще. Продолжаем. 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 Нос, рот, теневая, волосы. Ну вот и всё. Ещё прелесть работы в том, что это пастель у него, а мы будем переводить на язык масла. Тоже творческое задание. Белила. Совсем чуть-чуть разбавителя. Белилы я беру. Изумрудную. И голубую ФЦ. Появился такой грязный бирюзовый цвет. Может даже что-то коричневого добавлю. Так, и потихонечку наштриховываю. Такой короткий, быстрый штрих. Наштриховываю этот бирюзовый, где я вижу. Почему началась с него? Потому что он мне показался одним из самых крупных пятен на картине. Картину за один сеанс не напишем, потому что я целенаправленно оставлю её на второй, а чуть ли не на третий сеанс. Чтобы сохранилась эта послойность. Потому что у него это пастель, а у нас-то масло. И оно работает по-другому. Здесь такой падательный штрих, ровный. Его нужно сохранить. Я работаю с такой продрессью. Мне это нравится. Ничего с собой поделать не могу. Это такое. Молодец. Я буду Assembly поняли, я просто закручивать. Я хочу поделать не могу. Поэтому я, как Ж felt, я дам вам, кто не был, я тоже заложил. Я не могу. Это будет полезно. Я не могу, Продолжение следует... 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 синий ультрамарин и белила. И так хорошенечко разбавить белилами, чтобы была эта нежность. Но больше в синий уходит, чем в розовый. И везде, где вижу, там добавляю. Все это не итоговые цвета. Все будет штриховаться, одно вписывается в другому, и по мокрому, и по сухому. А пока такой быстрый, короткий штрих. Смотрите направление, что пачка идет сюда, а пачка идет сюда, что у них есть свои направления. Это идет наверх. Ну, посмотря на оригинал, на Дега, вы увидите. Все эти направления, в этом никакой сложности нет. Вот этот сиреневый мигает у меня вот здесь. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Но это можно легко исправить в последующих сеансах. И даже можно поверх краски, как картина высохнет, можно работать масляной пастелью, и тогда появится вот этот мелкий штрих. Я так уже делала в работе с голубыми танцовщицами. И это было очень круто. Продолжение следует... Перечисляю пятна. Вот такие яркие рыжие волосы. Продолжение следует... Заколочка какая-то. Тоже ее просто пятном обозначил. Красненькая вот тут мигает. И оранжевая... Оранжевое пятно платья. Оранжевое пятно платье. Добавлю ее. Оранжевые и тут мигают. Но это будет уже потом. Но это будет уже потом. В последующих сеансах торопиться не буду. Почищу чуть-чуть палитру. Оранжевое пятно платье. 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 Тоже я его добавлю, пускай перемешивается. Оранжевое пятно платье. 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 Чуть-чуть рисунка проявить. Оранжевое пятно платье. Оранжевое пятно платье. Оранжевое пятно платье. Оранжевое пятно платье. Очень же можно сделать небольшие шутка, Юбка аж до сюда продлевается. Темнота, подчеркнуть надо. Губы. Субтитры сделал DimaTorzok Такая тенечка. Такая тенечка. Такая тенечка. Вот такие теневые я добавляю тоже к коротким штрихам. Такая тенечка. 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 И старайтесь подобные линии делать Не просто простой линии проводить А как-то немножко поддергивая Чтобы она была непростой Чтобы она была сложной Чтобы у нее рисунок был такой плавающий Кое-где есть четкие Кое-где есть вот такие вот Плавающие Смотрите на картинку Следите Где они есть Смотрите Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...